Счастье от покупки нового дома в семье Игнатьевых длилось недолго. Купленное в ипотеку жилье было уничтожено за считанные минуты. Виной тому сильный порывистый ветер. Из-за него загорелась крыша. На момент пожара Анна со своей 4-летней дочкой находились дома. Я проснулась, ну как сейчас я могу восстановить хронологию событий, около 4 часов утра. Услышала, ну проснулась от непонятного гола для меня. Ну вот не тот звук, который обычно в доме происходит. Так как мой самый большой страх это был огонь, я сразу побежала в котельную, забежала в котельную, подняла глаза на потолок, у меня в крыше вот так тут кругами пламя. Возможная причина возгорания это попадание опилок на раскаленную трубу от котла. Сильный ветер тут же разнес искры по всей площади крыши и огонь за несколько минут проник в дом. Анна, увидев потолке языки пламени, схватила ребенка и выбежала на улицу. Дальше, как в страшном сне. Она спала вот в ближайшей комнате, а не в детской, которая возле котельной. Ну вот я с котельной через гараж открыла дверь в гараж, забежала, ну вот отбежала по крыльцу, забежала, схватила дочку и как бы ну в доме уже был дым. И я понимаю, что ни документов, ничего я уже не могу. То есть дочка и ее очки, телефон, чтобы вызвать, ну вот они все рядом лежали, очки и телефон, свой пуховик, чтобы ее укутать и собственно все. То есть мы буквально выскочили, вот сели возле соседнего дома, я ее укрыла, стучалась к соседям с криками «помогите», но к сожалению они почему-то не откликнулись. Смотря на обугленные остатки мебели, бытовой техники, одежды, сложно представить какой степени был пожар. От высокой температуры пострадали даже ближайшие дома. Вот через 15 минут после вызова приехала пожарная машина. Ну что вот, затрагивает ту самую проблему, где уже неоднократно, которая была озвучена, отсутствие пожарной части в нашем селе. Село большое, дальневосточный гектар, разрастается, а ближайшая часть в северном. Да, в норматив уложились в 20 минут доезда, но из моих обывательских соображений, если бы они приехали через 5 минут, я возможно думаю, что не было бы вот такого. Сейчас мать двоих детей держится достойно. Дом стоимостью более 3 миллионов рублей, в который было вложено множество сил и времени, сгорел полностью. Анна получила ожоги руки. Не удалось спасти домашних животных, под обломками остались две кошки. К сожалению, пожарные сказали, что кошки обычно прячутся. Я вот, я не знаю, как это разгребать, там две мои кошки. Там кошка любимая, моего ребенка. Восстанавливать просто нечего, даже пожарные выдали заключение, что дом уничтожен полностью. Односельчане, узнав о случившейся трагедии, тут же организовали сбор вещей первой необходимости. Детскую одежду, обувь, предметы быта. Анне тоже удалось подобрать верхнюю одежду на первое время, но самое сложное – это отсутствие денег на строительство нового дома. Спасибо жителям Смоленки. Они нам буквально вот вчера, это ночью случилось, и буквально вчера нас, ну, ребенка мне полностью помогли одеть. Вот финансовая помощь, вот, собственно, я теперь совсем нищая. У меня есть целый пуховик, штаны и ботинки. Кроме того, что мы потратили на ипотеку, взяли ипотеку 2,700, ну, соответственно, мы потеряли сейчас мат-капитал, который был сюда вложен за второго ребенка. Сейчас семья Игнатьевых временно проживает у своих родственников. Денег на съем жилья у них нет. Редакция ЗАПТВ просит неравнодушных зрителей откликнуться и помочь Анне. Пострадавшие будут рады любой помощи. Сейчас на ваших экранах вы видите номер карты и телефона Анны Игнатьевой. Люди нуждаются в любой нашей помощи. Виктор Соловьев, Алексей Павлов, ЗАПТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова